Радиокомпания «Голос России» представляет Нетипичный формат Авторская программа Михаила Козеника Здравствуйте, мои дорогие друзья! У микрофона Михаил Козеник Программа «Нетипичный формат» Сегодня мне очень хочется вас потрясти Много чем исполнителем Этой скрипкой, этой музыкой Для всякого человека, у которого сердце на месте И который чувствует Сегодня должно быть особое впечатление Потому что музыка будет романтическая Скрипка будет одна из нескольких величайших в мире И играть будет самый великий скрипач 20 века И скрипки, и автор музыки, и исполнитель Это все легенды Иногда трудно поверить, что все это было на самом деле Правда Те, кто слушали мои программы Наверное, помнят историю Когда мальчишка играл в Каунасе Прямо перед огромным количеством людей С оркестром Ему было всего неполных 7 лет Он играл концерт Мандельсона Это были тысячи, тысячи людей в Каунасе На площади И он, когда был поднят на сцену перед оркестром Увидал на обратной стороне Как дети катались на пони Потому что там была ярмарка Он сказал, я хочу покататься на ослике Его стали упрашивать Давай сначала сыграй концерт Мандельсона Вообще, это первый раз в истории человечества Маленький ребенок будет играть концерт Мандельсона Для скрипки с оркестром В таком возрасте Это же невозможно И столько людей собралось И музыканты приехали из разных стран Все, кто могли Чтобы иметь честь ему аккомпанировать И вы знаете, публика ждала Оркестр ждал, пока он покатался на ослике А потом он сыграл концерт Мандельсона Ребенка звали Яша Хейфиц Он прожил 86 лет на планете Земля И в течение его жизни Его назвали императором скрипки И сегодня многие, в том числе и я, утверждают Что так играть на скрипке уже больше нельзя Ну, то есть, можно играть хорошо Можно играть потрясающе Но так, как играл Хейфиц Играть невозможно Потому что, когда пытаешься анализировать Его звукоисключение Его вибрацию Его принцип музыкального мышления Его связь между звуками Его пение Кстати, в истории музыки есть такое понятие Теперь русская школа пения Это два гения Это Хейфиц скрипач И великий певец Федор Иван Шаляпин Вот Шаляпин и Хейфиц Создали особую школу Когда и скрипка у Хейфица И голос Шаляпина Звучат особым образом Как бы иногда Как бы передать это ощущение С давленным горлом А потом открываются Как бы из-за слез невозможно Говорить дальше и петь дальше А потом прорывается Эта сила страсти Вот сколько бы мы не слушали Шаляпина и Хейфица Мы почувствуем эту особенность Не просто всегда открытый Очень красивый звук А ощущение Как будто бы человек Преодолевает препятствия И голос просто прорывается А побеждает Очень много можно говорить О его игре Хейфица Вот первая история С маленьким Яшей Хейфицем Вторая история Что в 9 лет он уже закончил Музыкальное училище Тоже похоже на легенду Представляете, закончил в Вильнюсе И поехал поступать В Петербургскую консерваторию Его приняли 9-летнего В Петербургскую консерваторию И он попал в класс Самого легендарного музыканта Из когда-либо живших на земле Леопольда Семеновича Ауэра У Ауэра была фабрика Великих скрипачей От него вышли Величайшие скрипачи 20-го века Был еще один человек Только в Одессе Петр Соломонович Столярский Из школы И сегодня имени Столярского Который тоже обладал Невероятным даром Невероятным умением Общаться с маленькими детьми У него была неповторимая Своя метода, потому что с уходом Петра Соломоновича Столярского Такой уровень пропал Уже нет ничего этого И вот ученики Столярского Это великие музыканты Ну достаточно назвать Такие имена Как Давид Ойстрах Михаил Вайман Можно назвать И Бусю Гольштейна Да многие замечательные И Леонид Борисович Коган Тоже учился у Столярского Вот это все Прямо созвездие скрипачей А что касается Ауэра То тоже можно называть Величайшие скрипачи мира Но самые великие Это Яша Хейфиц И Мирон Полякин Вот о нем вообще Мало кто слышал Мало кто знает Мы как-нибудь попробуем услышать Игру гениального Полякина Проблема с Полякиным была одна Он не хотел и не любил Играть на запись Он нервничал Он строны рвал Что называется Ему не нравилось Играть перед каким-то микрофоном На какую-то абстрактную штуку Он играл на сцене И нельзя было записать Ничего по тем временам Не тот уровень качества И вообще он жил-то В Советском Союзе Где не было еще таких Технических авансированных вещей Но речь идет сейчас не об этом Еще одна легенда Уже не легенда А абсолютно историческое сведение Хейфиц в 1935 году Приехал в Советский Союз Это тоже невозможно Ведь он же покинул Россию Покинул страну Уехал вместе с Ауэром Все семьей они уехали Через Японию в Америку И в те времена, в советские годы В сталинские годы Считалось, что любой человек Уехавший из Советского Союза Он предатель Его нет, не существует О нем нельзя было ни говорить Ни вспоминать, ни писать Ни восторгаться, тем более Ну и вдруг Хейфиц едет в Советский Союз Но самое удивительное Даже не то, что он едет в Советский Союз И дает концерты в Москве И в Ленинграде Это было потрясением Я еще в детстве видел людей Которые слышали Яшу Хейфица Когда они начинают об этом говорить Их трясет от потрясения От восторга Они не могут анализировать Они теряют дар речи Потому что слышать Хейфица живьем Было что-то невероятное Невозможно проанализировать Как у него это получалось Почему у него такая вибрация Почему у него такой звук Как он соединяет их между собой Почему такое пение И вот, знаете Когда Хейфиц ехал на поезде В Советский Союз Когда поезд остановился в Берлине То Хейфиц решил не выходить Ну, он же знал ведь о фашизме О том, что Германия уже скатилась Практически к фашизму И что там появился вот этот Гитлер И Геббельс И вдруг заходит к Хейфицу в купе И просит его выйти на перрон Что его ждут И встречают Хейфиц выходит на перрон И видит, знаете кого? Министра пропаганды Фашистского Геббельса Геббельс с цветами Он вручает Хейфицу цветы И просит от имени немецкого народа Дать концерты в Берлине Хейфиц отказывается Хейфиц так и не сыграл в Берлине Он приехал в Советский Союз И играл в свои потрясающие концерты В Советском Союзе Вот представьте себе Мало того, что он ехал в Советский Союз Эмигрант Мало того, что он Геббельс Просил его играть концерты Вот это все буквально выглядит как легенда Но я добавлю еще одно Хейфиц играл на скрипке Самого великого мастера Когда-либо создававшего скрипки Вот я сделаю паузу Сейчас и спрошу у вас, дорогие мои радиослушатели Кто величайший создатель скрипок Вот делаем паузу И все говорят Почти все Все говорят, что это Антонио Страдивари Правильно, замечательно Только если добавить слово Самый великий Нам придется поменять имя Самый величайший мастер Который когда-либо делал скрипки Его зовут Джузеппе Антонио Губарнери Дель Джезу Видите, какое сложное имя Почему я называю два имени Джузеппе Антонио Потом Губарнери А потом еще какая-то странная добавочка Дель Джезу Ну, прежде всего, вот почему Их много, Губарнери Это же целое семейство Где родители передавали свое мастерство И тайны своим детям В свою очередь, взяв когда-то у своих родителей То есть у дедов Деда и у прадедов Поэтому это были целое семейство Семейство Амати Семейство Маджини Семейство Губарнери Гвадонини И так далее Так вот, Джузеппе Антонио Губарнери Был по своему складу Очень глубоко религиозным человеком Он все свои скрипки Посвящал Иисусу Христу Джезу И после своего имени На всех этикетках внутри Ставил крестик Этим скрипкам очень не повезло в жизни Знаете, почему? В отличие от Страдивари Который делал совершенные скрипки Не только по звучанию Но еще и по внешней красоте Когда смотришь на скрипку Страдивари Кажется, что сам Бог выточил эту скрипку Ее лак Ее формы Ее невиданная красота Это самая красивая в мире женщина Любая скрипка Антония Страдивари Возьмите в руки Гварнери Дальджезу И вам покажется Что эту скрипку делал Не очень большой У Мека Что ее делал какой-то Столлер не самого высокого уровня Почему? А потому что Гварнери Был монахом по своей природе Он посвящал свои скрипки Иисусу И рисовал крестик И матери Терезе Святой Терезе Посвящал свои скрипки Он делал их Не как красивые инструменты А он каким-то таинственным образом Придавал им огромную звучность Так вот спросите у любого Самого крупного современного скрипача На какой скрипке он хочет играть Их скрипач скажет На скрипке Гварнери Дальджезу После них невозможно играть Даже на Страдиварии Страдиварии красивая Очень красиво звучащая скрипка Но ее звука будет меньше У нее звук будет красивый И камерный Скрипка Гварнери Дальджезу Будет звучать как пушка Не случайно Сам великий Никола Паганини Который играл на Гварнери Дальджезу Он так и называл Он назвал ее по-итальски пушкой Так вот У Хейфица было две скрипки Страдиварии И одна скрипка Гварнери Дальджезу Он играл на скрипке Гварнери Дальджезу И, наконец, последнее, что я вам расскажу. То, что мы сегодня услышим, написано уникальнейшим музыкантом. Его звали Анли Вьетан, или по-бельгийски правильно Вьетан. Если вы понаблюдаете за торгами скрипок, за продажами скрипок, то сейчас это имя тут же немедленно всплывет. Напишите «скрипка Вьетан» в интернете, и вы тут же получите информацию. Сейчас в мире продается самая дорогая в мире, не только скрипка, но и вообще самый дорогой инструмент в мире. 18 миллионов долларов. Скрипка работы Гварнери Дель Джезу. На ней играл великий Анри Вьетан. Это был бельгийский мальчик, который очень быстро достиг успеха. В 9-летнем возрасте он уже играл как бог. В 13 лет он уже начал гастрольную деятельность, и таких восторгов, как то, что он вызывал, невозможно было вызвать. Говорили все, все помнили Паганини только что, который выступал еще. И говорили, что это новые Паганини. И вы знаете, многие думают, что после смерти Паганини все закончилось. Нет. После Паганини было несколько человек, которых тоже называли Паганини, национальными Паганини. Вот Вьетан был бельгийским Паганини, Сарасата был испанским Паганини, Винявский был польским Паганини. И даже в Норвегии, в этой северной стране появился норвежский Паганини Улебуль. Так вот, Вьетан, Анри Вьетан или Анри Вьетан, как у нас чаще всего говорят, например, в России мы произносим на французский манер Вьетан. Потому что, когда он приехал к нам в Россию, а он был в России, и целых 7 лет он работал и жил в Санкт-Петербурге. Был солистом императорских театров, преподавал. И, кстати, многое из того, что мы сегодня называем русской скрипкой, многим мы обязаны бельгийцу Анри Вьетану, как мы его стали называть в Петербурге, и с тех пор называем. Он написал 7 концертов для скрипки с оркестром, из которых...